Добрый день! Когда я только купил Mac, я сразу захотел ассортировать в файловом менеджере, чтобы отображались сначала папки, а затем файлы. Я попытался это сделать, я руководствуясь логикой полез в параметры внешнего вида, попытался что-то здесь сделать, но это безрезультатно. Можно упорядочить их по типу, по имени, можно их каким-то образом отсортировать, но это все равно не помогает. Я все равно не могу стандартными настройками добиться того, чтобы папки отображались вверху, а файлы отображались после этого. Итак, в стандартных настройках такого нет, но мы все равно можем это сделать и я сейчас покажу как. Переходим в компьютер, заходим на Macintosh, это диск, на котором установлена наша система. Заходим в саму систему, заходим в библиотеки, заходим вот в эту папку, зашли в нее, затем находим в ней значок Finder. Делаем правой кнопкой мыши по нему. Если вы используете touchpad, то это прикосновение двумя пальцами, показать содержимое пакета. Заходим в содержимое пакета, заходим в ресурсы и находим папку, которая соответствует вашему языку. У меня это русский язык, поэтому папку я выбираю соответственно для русского языка. Не сложно догадаться, какая из них какому языку соответствует. Заходим в нее и находим файл, вот этот вот файл. Далее открываем его с помощью какого-нибудь нормального текстового редактора. Я выбрал данный и по идее нам нужно поставить пробел перед словом папка и затем при сортировке по типу папки будут выводиться вверх. Но сейчас если вы попробуете сохранить, у вас ничего не получится, потому что смотрите, потому что она не разрешает. Но это логично, потому что это системная папка и все такое. Поэтому здесь мы файл не сохраним. Копируем его на рабочий стол. Для того чтобы скопировать, я одним пальцем зажимаю тачпад и другим пальцем перетаскиваю на рабочий стол. Затем опять же правым кликом, либо двумя пальцами по тачпаду открываем его. С помощью текстового редактора ставим пробел перед словом папка. 26 строка, почти всегда она 26. Затем файл и сохранить. Тут уже как видите никакой защиты нет, поэтому сохраняет все нормально. Затем перетаскиваем его обратно в эту папку и здесь подтверждаем, что мы хотим заменить этот важный системный файл. Вводим пароль и все. Теперь мы его заменили. Давайте перейдем куда-нибудь, где есть и папки и файлы. Например, сюда показать параметры вида, сортировку по типу делаем и для того чтобы все изменения вступили в силу, нам нужно зажимаем клавишу option и делаем правый клик по finder и затем перезапускаем его. Все, теперь папки отображаются сверху, а файлы отображаются снизу, причем файлы упорядочены по типу. Теперь все удобно, хорошо, приятно выглядит и легко использование. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok